Доброго времени суток, случайные гости и подписчики этого канала. Быстро пробежимся по основам, так сказать, MIUI 10, несколько дней пользования, Redmi 4X. Основное. Это шторка, кривые шрифты, удобная шторка, неудобные шрифты. Дальше. Качелька громкостью порадовала. Довольно удобно, как раз правой рукой пользуешься, все под рукой, все быстренько, не надо вверх куда-то тянуться пальцем или еще что-то. Google помощник поменялся, но я им не пользуюсь, поэтому как-то ни рыб, ни мясо, как говорится. Поменялась погода, внешний вид выглядит теперь гораздо приятнее. Поменялась, конечно же, последние открытые приложения, так сказать, по памяти особо ничего не поменялось, но так как куча всякой ерунды открыта, доступно 1.4. При холодном старте где-то 1.7, что в принципе неплохо. Но на предыдущей еженедельной было доступно 1.9. Не знаю, с чем это связано, возможно оптимизация, как скоро завезут. Непонятно, что дальше, а дальше ничего, дальше ничего не поменялось, ну вот откровенно ничего. Программно все как было, так и осталось. Ни жестов, ни портретного режима, ничего. Но улучшилась производительность в плане энергосбережения. Батарейку теперь держит гораздо дольше, гораздо дольше живет. В том же PUBG Mobile 5-6 часов на высоких, при помощи программы GFX Tool, вообще никаких проблем. 5-6 часов, держит спокойно, нагревается, да, ну куда же без этого. В принципе, да и все. Долго разговаривать тут не о чем. А тем, кто не торопится за всей этой ерундой, советую лучше подождать уже стабильной еженедельной, либо уже стабильной глобальной. Когда она там будет, черт его знает, в самом-то деле. На 9-й все так же прекрасно работало. Если, конечно, вам нужна эта шторка, нужна вот эта вот яркость, ползунок, вот эта вот качелька громкости. И тот факт, что, кстати, в приложении музыка, родная, в заблокированном экране, либо вот сейчас, либо в шторке нельзя ее переключить никуда, ни вперед, ни назад, ни паузу, ни нажать. Ну, у меня Bluetooth наушники, мне это не мешает, я этим все равно не пользуюсь. Поэтому, ребят, ждите, не спешите никуда, а то еще и телефон угробите, кто вас знает. Лучше пользоваться стабильной прошивкой. Как выпустят, соответственно, вы все об этом узнаете. Добавят уже сразу все фишки, чтобы они постепенно тут не добавлялись, чтобы никто не ждал, не ныл, а где, а где, а что, а как. В общем, вот так. Пока что все сырое, но ничего, будем ждать. В общем-то и все, что хотел сказать. Всего доброго.